Приветствую вас! Мы с вами будем исходить из того, что у человека был и остается определенный негативный опыт от его просьбых отношений. Нет оснований считать, что мужчина вам как-то врет, обманывает вас и так далее. Нет оснований считать, что человек вводит вас, как говорится, за нос, потому что он все достаточно откровенно и честно вам сказал. То есть, например, он честно сказал вам о том, чтобы вы платили за себя, и я не берусь оценивать это, знаете, как, нормально или нет. То есть у каждого человека свое понимание нормальности на самом-то деле. И для кого-то это может быть ненормально, а для кого-то наоборот может быть нормально. Поэтому, ну, не стоит вот думать, что, ну, не стоит стараться, знаете, под определенную такую норму подогнать в данном случае мужчину. Не нужно этого делать. Это ни к чему хорошему не приведет в данном случае. Старайтесь мне в этом плане поверить. То есть норма, она действительно у каждого слоя зависит от воспитания, от ценностей, от чего угодно. От чего угодно это на самом деле может зависеть. И не нужно, еще раз повторю, стараться свинсти все в какой-то единой норме. Это не было бы правильно для вас. Далее, значит, далее то, что я хотел вам сказать, ну, что я хотел сказать следующее. Значит, следующее я хотел сказать так, что поскольку, опять же, у мужчины был негативный опыт, негативный опыт именно вот в разных отношениях, по его мнению, то я думаю, что этот опыт, ну, просто имея место быть, он имел место быть, этот опыт, определенно повлиял на поведение мужчины, определенно изменил его отношение, возможно, к вам, возможно, к женщинам вообще. И, опять же, нет никакого, нет никаких оснований считать, что он говорит что-то неправильное, что-то неверное и что-то плохое. Ну, он действительно, скорее всего, считает так, как думает. Он действительно не хочет и не может с вами, как бы, взаимодействовать. Он действительно не может взаимодействовать с вами так, как ему, например, хотелось бы это сделать. Он действительно не может взаимодействовать с вами так, как ему, ну, знаете, как ему, вот, как ему было бы комфортно. Он действительно этому сделать не может. Был бы рад, но не может. И тогда вам стоит для себя понять такую вещь. Это очень важная вещь. Вам стоит для себя отогнать, что мы, скорее всего, вас не устраивает то, ну, как мужчина, да, как он себя с вами ведет. Вас не устраивает то, как он позиционирует себя по отношению к вам. Тимур Схиле это почувствовал. Он почувствовал, что вас это не устраивает. И, ощутив это, не желая чувствовать себя брошенным, не желая вновь переживать там расставания, да, не желая вновь переживать тяжелую вот эту вот ситуацию, он и сделал шаг назад. Просто потому, что так ему проще. Просто потому, что он понял, что никак толком с отношением. Ну вот, попробовал он с вами сблизиться. У него не получилось. Ну и решил дать человек отворот-поворот назад. Просто потому, что ощутил сам для себя, что ситуация выходит уже из-под контроля. что вам там что-то не нравится, что ему что-то не нравится и прочее. Понимаете? Вот такая вот происходит сейчас ситуация. вы же сами для себя, вот то, что вы написали именно про себя, говорите следующее, что у вас никогда не было отношений, я не чувствовал, что действительно дорога для мужчины. если вы за 20 лет этого не чувствовали, значит у вас могут быть определенные блоки стоят на налаживании и на формировании личных отношений. Кроме того, вы пишите о том, что у вас давно не было отношений, решили попробовать, что из этого получится. То есть отношения у вас это были, но вы спрашиваете о том, как будет супер себя вести мужчину, если я ему действительно дорога, в моей жизни этого никогда не было. А как же тогда у вас были отношения, если вы пишете, что они у вас были и что у вас их, ну, как бы давно не было, но были все-таки. Как-то вот это противоречит, если вы не чувствовали, что вы дорогий мужчине, в каких отношениях вы тогда были, какую роль вы там занимали, как вы себя профессионировали, как мужчина профессионировал себя и так далее. Далее. Отвечая на вопрос, как будет вести себя мужчина, если вы ему действительно дороги, хочется сказать так. Каждый мужчина по-разному, но человек, который желает завоевать женщину, он будет постоянно уделять ей на их внимание. Постоянно может быть ее смешить, либо просто сделать так, чтобы ей было интересно. Он будет заботиться он будет окружать ее лаской, теплом и заботой, чтобы она чувствовала себя защищенной. Естественно, речь идет о скорее классических отношениях, когда отношениях, когда женщина мужчина ждет именно этого, того, чтобы он ее защитил от трудностей. Мы здесь говорим именно о классическом подходе. Мы здесь говорим именно о классическом подходе к пониманию отношений. вообще если у вас другие предпочтения, вообще если у вас другие как бы потребности выходить из других отношений, то вам об этом нужно заявить. И соответственно для того, чтобы почувствовать, что вы мужчине дороги, для того, чтобы ощутить, что вы мужчине дороги, мужчине нужно ощутить себя с вами мужчиной. То есть почувствовать, что он для вас может быть мужчиной. И вот это чувство, это ощущение, что он может быть для вас мужчиной И будет стимулировать его к тому, чтобы вас завоевывать Чтобы быть с вами, чтобы вести себя, ну, соответствующим, правильным образом А для этого, для того, чтобы как раз-таки мужчина ощутил себя в каковы Ну и надо дать ему, дать себе сначала Дать себе установку по поводу того, какой вы можете быть женщиной Какой вы можете быть партнершей в отношениях И тогда, исходя из этого, можно будет делать вывод о том, какой мужчина вам нужен И какое направление в отношениях вам нужно заниматься То есть это построение, вот именно определение роли в отношениях Какая роль, какая позиция и так далее И я думаю, что то, что вы знакомитесь в интернете, это не хорошо Потому что знакомство партнерного рода все-таки акцентируется всегда именно на странах отношениях А чтобы почувствовать, чтобы люди сближались естественным путем Нужно что-то общее Ну, не общие интересы, общие взгляды, общие какие-то виды деятельности и прочее Именно это вам ходит вам устраивать отношения Не надеясь, собственно, на сами отношения И это было бы правильно Если у вас есть какой-то блок на это С этим блоком можно поработать и этот блок можно снять На этом все Надеюсь, что помог вам Если какие-то вопросы дополнительные у вас остались Пишите в личку Помогу вам Если понравился мой ответ Буду благодарен, если сделаете его лучшим Желаю вам всего самого доброго и удачи! Продолжение следует...